Лёд на Волге ещё до конца не встал, а любители подлёдной ловли уже спешат на рыбалку, выбирая места поближе к открытой воде. Стоят ли маленькие окуньки и ёршики такого риска? Мнение рыбаков и сотрудников МЧС разнятся. Толщина не менее 10 сантиметров. Да, для одного человека. Лёд должен быть какой? Структура однообразная. Однообразный, чистый лёд. Чистый, прозрачный лёд. Прозрачный, да. Вот здесь толщина соответствует предъявляемой требования. А мы не ходим туда. Благоразумия хватает не всем, поэтому сотрудники МЧС держат на контроле особо опасные места, где рыбаков собирается много. Их в республике 16 и лидирует в этом роковом рейтинге территория около Нижнего Бьефа Чебоксарской ГЭС. Там лёд крайне неоднороден по структуре. Зимой его толщина может достигать 20-30 сантиметров, а под работающими агрегатами вода может и вовсе не замерзать. Поэтому спасатели советуют вместе с рыбацким ящиком захватить с собой средства спасения. Если на воде мы находимся на льду во время рыбалки, значит должны быть средства оказания помощи не только для себя, чтобы помощь себе оказать, но и помочь кому-то другому. Вот необходимы такие вещи, это как бы зацепы. Другие средства оказания помощи, вот допустим, конец Александрового спасательного средства, ну или лишнее иметь при себе какую-нибудь верёвку. Напомнить правила нахождения на льду и вручить памятку получается только тем, кто ловит на безопасной территории. Здесь, в нескольких километрах от ГЭС, лёд 17 сантиметров. А вот до тех, кто забирается ближе к открытой воде, не добраться, не достучаться. Там толщина 5 и менее сантиметров. Есть риск спровоцировать провал. Пока в законе нет никакого наказания за выход на опасный лёд. Над этим работают законодатели, а сотрудники МЧС тем временем каждые выходные выходят в рейды и неустанно следят за любителями рыбно-адреналиновой охоты. Ни трещины, ни промоины не способны спугнуть отважных мужчин-рыбаков. Кучкуются они то ли по принципу «здесь хорошо клюёт», то ли из соображений самосохранности. Окунь, ёрш, просто близко к дому. Когда вместе не опасно, вытащат, если что. Впрочем, очевидцы не всегда в силах помочь человеку в ледяной воде. Свидетельство тому случаи из печальной статистики уже этого года. В прошлое воскресенье 2 декабря район города Козловки. Мужчина 43 года переходил пешком с левого берега реки Волга на правый берег в сторону города Козловки. И не дойдя буквально 20 метров до берега правого, провалился под тонкий лёд. Провалился. Очевидцы, которые находились на берегу, на правом берегу, пытались ему помочь. Но расстояние и толщина льда не позволили своевременно оказать помощь пострадавшим. Человек погиб. В прошлом году под лёд ушло 3 человека. Чужие трагические ошибки всё же должны чему-то учить особо рьяных рыболовов. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Республика.